Ответа нет. Юни Дин Дон, молодая девушка, которая пришла, чтобы спасти положение. Эта шифровка очень интересна. Вы можете взломать его. Конечно, это довольно просто. Вам даже не нужно, чтобы я это делал. Иногда самое сложное для инди-игры, это выделиться из толпы. Всякий раз, когда появляется большая тенденция, мелкие разработчики требуют пригоршних раков и претендуют на то, чтобы стать следующим любимцем. С тех пор, как Киберпанк 2077 начал край заголовки много лет назад, этот стиль и обстановка были приняты многочисленными инди-играми с разной степенью успеха. Из всех, в которые я играл, игра без мутаций это та, которая привлекла мое внимание быстрее всего. Очевидно, такая похвала требует небольшой квалификации ради равновесия. Я не говорю, что N.O. Mutation обязательно лучше из всех, но он делает гораздо больше с анестезией киберпанк-сетинга, чем многие игры, созданные более крупными и опытными разработчиками. Для начала, это не просто приправить все неоном, бросить нахального главного героя и злую мегакорпорацию, и уйти на обед. В этом есть кое-что еще и удивительная глубина как игрового процесса, так и повествования. Я закончу тем, что вы помните, что в прошлый раз, когда консорциум открыл ворота, это гораздо опаснее, чем понимать их. Вы играете Энн Флорес, специалиста по безопасности и боевым действиям, живущего в футуристическом Скоп-Сити. Сюжет следует за исчезновением ее брата Райана и последующим поиском. В отличие от многих главных героев этого жанра, он не одиночка. У нее есть семья, такая как сестра, которая владеет баром в городе, и отец, который сейчас существует в теле робота. У нее есть друзья и союзники, она работает с местными правоохранительными органами, ведет дела, получает награды и даже имеет свою собственную аллегорию доктора Рика в виде Алина Дойл. Последняя пытается понять редкое заболевание, которое она назвала энтанглиитом, которое никогда полностью не объясняется. Суть в том, что это дает ей сверхострые боевые способности, но также усиливает ее ярость и заставляет ее отступать. В результате доктор Дойл встроил в боевой костюм устройство, которое помогает им управлять. Мир, оно хорошо осознан и конкретизирован. Игра разделена между двумя плоскостями, двухмерной и трехмерной. Боевые задания выполняются в первом, когда вы прыгаете, катитесь, наносите удары и взрываете свой путь по сценариям боковой прокрутки и метроида. Вы будете иметь дело с головорезами и роботами, монстрами и боссами. Вооружен парирующим приемом, тяжелыми и легкими атаками и пистолетом и довольно удобен в бою. Все можно улучшить, независимо от того, сможете ли вы найти ремесло с помощью навыков, которые она развивает, или модулей. Если уж на то пошло, то именно здесь, как я знаю, временами бывает немного слабо. Хотя бой яркий, плавный, а стилист прыгает в частности, может показаться неестественным. Некоторые враги могут атаковать или пробегать прямо сквозь ваше комбо, что всегда доставляет боль, в то время как некоторых почти невозможно убить, если у вас закончатся боеприпасы, и вы не сможете до них дотянуться. В разделах, где ваш прогресс останавливается, потому что вы не можете убить назойливого летающего дрона, это становится чем-то большим, чем просто небольшое раздражение. Другая половина Анны Мутациум проводится в городах с тремя диузлами. Здесь вы можете бродить по улицам, заходить в магазины и здания, разговаривать с НПК, вам будут даны побочные задания и поручения, или найти предметы коллекционирования и рассказать историю в мире. И она действительно хороший человек, и не выглядит такой откровенно нахальной или отчужденной, как это часто бывает с такими персонажами, как она. Ее напарник, Арни, общается через беспилотник, который следует за ней и вокруг нее. Она там для комического облегчения в те редкие моменты, когда история становится мрачной, хотя в половине случаев она выглядит агрессивно возбужденной. Так что идите, разберитесь. Подработка и занятия дают больше возможностей для поиска и выполнения. Вы поможете раскрыть преступления, совершенные в баре для сестры, или найдете ретро-аркадные кабинеты, где вы можете играть в такие игры, как Понг, только по этой причине. Это весело. Моя самая большая жалоба заключается в том, что в нем возможно слишком много всего, и это может привести к тому, что опыт покажется немного загроможденным. Не очень хорошо объяснять, что все делает, и когда вы собираете так много добычи в виде крафтовых материалов и предметов коллекционирования, было бы неплохо понять, почему и что они делают. Существует также проблема неловкости при переключении на трехмерное пространство, и вы можете легко застрять на таких предметах, как лестничные перила и дверные проемы, что не нарушает правила игры, но может раздражать. И решения некоторых побочных миссий для меня немного не ясны. Первые преступления, в котором вы помогли, например, заставило меня бегать кругами, пытаясь расследовать то, что мне велела игра, и в итоге я случайно решил какую-то другую проблему в процессе. Почти произвольно погружение получает удар, когда это происходит, или в игре настаивает на том, чтобы вы смотрели и ездили на лифтах, даже не включая мусак. Как первый релиз для новой инди-студии, без мутаций и заслуживает похвалы и внимания. Название может звучать как претенциозное название альбома Synthwave, но построение мира, написание и действия компенсируют несколько недостатков в дизайне. В нынешнем виде это уверенное, захватывающее приключение в богатом новом мире, и я надеюсь, что мы увидим больше N и K. В будущем, вот почему я ставлю ему 8-5 баллов из 10. Привет, я надеюсь, вам понравился этот обзор Eno Mutation Z. Это доступно на PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК через Steam. Если вам понравился отзыв, пожалуйста, нажмите «Нравиться» и подпишитесь. Может быть, пометьте и этот значок колокольчика, чтобы вы были в курсе всего, что мы публикуем в будущем. И если вы хотите поддержать нас патреоном, вы можете пойти дальше и сделать это. Мы ценим все, что вы, ребята, делаете для нас. Тем временем я был Макфрейзером для год из A-Geek, и вы, ребята, были прекрасны. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok